Здарова бойцы! Давно не было секретов и лайфхаков в CSN6 это видео как раз по этой теме. Я продолжаю делать видео по комментариям, что вы оставляете под моими роликами. И три недели назад Дина Кенжибаева оставила комментарий под видосом, где сказала «Делай видео, как разминировать бомбу тихо, чтобы противник не узнал». Собственно, об этом сегодня и поговорим. Ребят, пока не начал, просьба к вам большая. Если вы не хотите пропускать мои стримы, где мы играем с подписчиками и делаем конкурсы, и быть в курсе всех видосов и сборок, ставьте колокольчик, пожалуйста. И будет вам всегда приходить уведомление о моих новых видосах и стримах. Спасибо! И еще одно. Перед записью этого видео я наткнулся на очень классный Counter-Strike портал. Это сайт proplaying.ru. Там нашел очень много, ребят, полезного по CSN6. Там очень много новых моделей игроков, оружия, различные сборки серверов, плагины, дополнения и другие различные файлы. Советую зайти по ссылке в описании на сайт и найти там что-нибудь полезное для себя. Там немало уникальных файлов. Чекайте. Итак, в этом коротком ролике я покажу, как разминировать бомбу тихо или бесшумно. На самом деле, на ютубе я нашел лишь один видос. Старенький, там чувачок рассказывал только об одном способе – с помощью ножа. Я же расскажу о многих других и вообще расскажу принцип этого бага. Сразу говорю, что этот ролик ориентирован на новичков. И не надо писать типа «Ах, херня, это уже 100 лет назад все знали, ты знал, а вот Васька с пятого подъезда не знал, значит ему будет полезно». Если знал, то лайк поставь, а не негатив в комментариях. Так вот, на самом деле это обычный баг CSN6 движка, который до сих пор так и не пофиксили разработчики. Как поставил террорист бомбу, мы можем ее разминировать как бы, ну не то чтобы, ребят, тихо, скорее просто заглушив звук разминирования другим звуком. Суть бага в этом и заключается, что в этот момент разминирования бомбы вам необходимо воспроизвести любой другой звук и тут же начать диффузить бомбу. Поэтому звук разминирования глушится сторонним звуком, и неопытный террорист может не понять, что на самом деле бомбу уже обезвреживают. Я нашел 4 способа с помощью черкания ножа по объекту, думаю о нем многие знали уже. Второй с помощью включения зума у снайперской винтовки, некоторые его тоже знали. Еще можно делать с помощью включения фонарика в момент диффуза или нажав просто Е. Но последний способ такой себе, потому что идеально его не получается сделать, поскольку чтобы воспроизвести звук действия, нам нужно отвести прицел от бомбы в сторону и после нажатия на Е тут же обезвреживать бомбу. Короче, сори, что затянул, как делать этот трюк? Все просто. Приведу пример с ножом. Подходите к бомбе и примерно в одно и то же время чиркайте ножом по земле правой кнопкой мыши и жмете Е. И звук ножа заглушает разминирование. С прицелом АВП или мухи, например, или скорострелки ситуация чуть иная. Подходите к бомбе и зажимаете клавишу Е чуть раньше, чем включаете зум. Вроде как-то так. Также это делается и с фонариком. Подходите и почти в один и тот же момент надо включить фонарик и нажать Е для разминирования. Звук фонарика просто полностью заглушает дефьюз. Чтобы получилось идеально, стоит потренироваться с другом на сервере и немало раз. Так что все в ваших руках. Весь минус способа в том, что звук дифьюза он-то заглушает, но на месте подрыва бомбы вы воспроизводите совершенно другой звук. Поэтому опытный игрок вас запросто спалит. Хотя может на более-менее далеком расстоянии все будет иначе. Короче, вот как-то так. Надеюсь лайфхак вам понравился. Поставьте лайк видосу, если понравилось. Даже если знали, тоже влепите лайк. И спасибо большому моему помощнику админу самозад за помощь в записи этого гайда. Напоминаю, ребят, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы и стримы. И конечно, пишите в комментариях, на какие интересные темы еще снять видосы. Не забывайте про сайт proplaying.ru. Там много полезного для каждого из вас. Заходите, ссылка в описании. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин